Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос, текст. Он довольно большой, как мне показалось. Вот. И вы знаете, я бы хотел выделить в нем несколько важных моментов. Первый момент, который мне хочется выделить, это момент, связанный с отношениями с мужчинами. Ну, как бы вот по порядку, да, мы идем. И здесь, в отношениях с мужчинами, вы допускали определенные ошибки. А именно, при всем вашем, в принципе, правильном поведении, ну вот, я имею ввиду, при правильной модели поведения, да, вы, на мой взгляд, не давали мужчине почувствовать себя таковым. То есть, да, вы были мягкой, да, вы были, там, принимающей, понимающей и прочее, все это, безусловно, было у вас. Но не давали вы мужчине в долгосрочной перспективе возможности себя почувствовать таковым. И это их отталкивало. Жалко, что вы не пишете о том, вот как вы выстраивали отношения в долгосрочной перспективе. Ну, то есть, когда, когда вы жили, например, со своей мамой и все, когда вы встречались с мужчинами только, вот, и когда вас... Поначалу у вас, как вы говорите, все было хорошо. Вот жаль, что вы не пишете о том, как вы вели себя именно, вот, в перспективе более отдаленной. Значит, вот вы пишете. Постепенно отдаление мужчины становится причиной разрыва. Мужчина отдаляется почему? Потому что ему неприятно становится с вами находиться. Это, условно говоря, отношения с вами перестают давать ему то, что нужно. Ему то, что хочет. То есть, он-то вас завоевал, понятно. Но он-то думал, что вот те ощущения, которые у него, ну, были с вами в начале, будут и до, как бы, конца. То есть, будут всегда, а этих, этих ощущений нет. У него этих ощущений не, больше не чувствуется, и он от вас, поэтому отдаляется. И я полагаю, что вы, вот, как я понял вас, как вот мне представляется ваш образ сейчас, исходя из того, что я прочитал. Это связано с тем, что вы довольно домашний человек, и, в общем-то, когда отношения проходят определенную стадию, ну, они развиваются, дорастают до определенного уровня, вы просто-напросто превращаете жизнь в такую вот, может быть, рутину, может быть, в слишком определенную у вас. То есть, тут нужно разбираться, что именно вы делаете. Но, по большому счету, естественно, я могу ошибаться, но, по большому счету, мужчин отталкивало именно то, что вы не давали им возможности чувствовать себя таковыми, и не понимали, что им нужно для того, чтобы чувствовать себя таковыми. Романы не были достаточно слабыми при них. Просто вы боялись попросить, боялись показаться зависимыми, не хотели этого делать, и, собственно, их отталкивать могло. Далее, значит, вы пишете, я долго думала и не понимала, искала причины в них, причины в сексе, думала, что я что-то не так говорю или что-то не так делаю. Ну, в принципе, да, это действительно верно. Далее, вы пишете, я прочитал много книжек о популярной психологии, о том, как правильно себя вести с мужчиной. Ну, вот, понимаете, это вот самая большая ошибка ваша, то, что вы пытались искать ответы в популярной психологии. Понимаете, популярная психология не решает серьезных психологических проблем, особенно тех проблем, которые у вас. проблемы с отцом, проблемы в первичном мужском образе и так далее. И правильно вести себя с мужчиной нельзя, потому что мужчина, он человек, он индивидуально, он индивидуален, вот. И подход к этому человеку нужен, индивидуальный. Кому-то нужно выносить мозг и бояться взять инициативу на себя, кому-то наоборот. А мы пытались занять некую такую рафинированную позицию, которая, по сути, ни к чему не приводит. Мы попытались занять такую позицию рафинированную, которая, вот, ни то ни все, без учета индивидуальных особенностей мужчины. И я вас понимаю. Я вас понимаю. Связано это с тем, что своего отца вы не принимали. Не воспринимали его как человека и до сих пор не воспринимаете как человека, как личность и так далее. Далее. Ну, то, что вы не просили заезжать домой на машине, покупать подарки, это комментировать здесь нечего, потому что, в принципе, это, еще раз повторю, может быть, нужно было делать. Вот. Вы принимали эту благодарность и пишите, вы никогда не относились, как само-то бы разумеющее, но никогда не просили. Меня всегда интересовали серьезные отношения с перспективой завести семью и детей. Зачем? Вот для чего вам эти серьезные отношения? Для чего вам семья? Для чего вам дети? Понимаете? Понимаете ли вы, что ни семья, ни дети не могут быть самым целью? Если вы этого не понимаете, то вопрос задаю я вам тогда. Как вы представляете свою семью и своих детей в конвекции реализации своих желаний? Что должны вам дать семья и дети? Именно вам, чтобы вы чувствовали себя лучше. Отсюда такое отношение. Понимаете? Дети и семья для вас это не результат отношений, не результат любви, не естественная форма развития отношений, а это цель, которой вам надо что-то дать. Но если это цель, то моментально значимость этой цели возрастает, и вы предпринимаете не характерные, не тривиальные, не соответствующие действия, а предпринимаете творческий подход, который, естественно, вам вредит. Например, если вы обязательно хотите за семью и детей, то тогда обязательно должна быть идеальная семья и дети. А идеальная семья и дети могут быть только если вы ведете себя идеально. А если вы ведете себя идеально, то и мужчина чувствует, что вы для него слишком хорошие от вас отходят, дабы не чувствовать себя с вами менее идеальным. Вот и вся логика. Я никогда не вешал мужчине на шею со словами, ой, дорогой, теперь мы нарожаем много детищек. Но это как-то знаете, у вас какой-то стереотип. Мужчине нужно вешаться на шею, мужчине нужно говорить про детей. Это женственно. Не факт, что он вам это даст, но говорить-то надо. Я считал, что это отпугивает парней, что они ценят независимых женщин, увлеченно занимающихся своими делами и работой. Ну, опять же, я не знаю, даже если вы читали книги, но могу сказать, что отпугнуть мужчину может все, что угодно, если этот трусливый мужчина. А независимых женщин ценят те, кто либо хочет быть ведомым, либо хочет равноправить. Вот и все. Так я себя и вела. То есть по книжкам. Не так, как вы хотели, не так, как вы желали, не так, как вам диктовала ваша интуиция, ваши ценности, ваши, не знаю, природные индивидуальные особенности. А по книжкам. То есть неестественно. Почему вы тогда удивляетесь, что... Ладно, ничего не получается. Мужчина просто не нахотел быть с искусственной женщиной. Вот и все. Я читал, что в мужчинах есть инстинкт охотника и ускользающая жертва. Только должна подогревать интерес. Ну, опять же, это все какие-то такие стереотипы, понимаете. Для разных мужчин разное жертво. И по-разному ускользающая жертва по-разному подогревает интерес. В книжках вам не напишется из этих тонкостей, потому что книги пишутся для других психологов, но не для тех, у кого проблемы, понимаете. То, что вы написали, это очень банальная, очень ограниченная, линейная, монорельсовая парадигма. В действительности все куда сложнее. Через некоторое время я заметил, что весь этот огонь, чтобы вначале плавно сходил на нет. Ну, либо они просто пропадали, либо отношения превратали в секс без обязательств. То есть, мужчина, грубо говоря, занимал такую позицию, которая ему как бы была более комфортна. А в отношениях с вами ему переставало быть комфортным. Вопрос, почему? Что меня, конечно, не устраивало. Не устраивало, мы расходились, а потом они встречали девушек, с которыми этот спор вместе. То есть, причина не в том, что они искали легких отношений, причина была в другом. Причина в том, что они с ними чувствовали себя мужчинами как таковыми. С вами нет. Это первый тип мужчин, который мне встречается. Так что сейчас мне встречаются женаты или в отношениях мужчины. С ними я не хочу ими делать. Вы знаете, ну, здесь как бы, на мой взгляд, сразу возникает несколько моментов. Первое. Вы говорите, вам встречаются мужчины. То есть, вы снимаете себя ответственностью. То есть, вы говорите, что они вам встречаются. Как бы, вы не виноваты. Второе. Это идеализация семьи. То есть, семья это не святое. Семья это просто форма отношений. И семья определяется не браком и не людьми, а отношением между людьми. И если вы, нет такого понятия, как забирать мужчину из семьи. Понимаете, вот этой вот своей фразой, забирать мужчину из семьи, вы как бы говорите о том, что мужчина это слабый, его можно взять и забрать. А вы не допускаете такой мысли, что мужчина может сам захотеть уйти. То есть, не надо забирать, что это не ребенок. И вот здесь, опять же, проявляется ваше отношение к мужчине. То, что вы с женатыми не хотели иметь отношения, это правильно. Но вот то, что вы говорите про семью и про то, что это сложная работа, нет. Это идеализация семьи. И это не сложная работа. Это естественная работа. Это просто, по сути дела, действия направленные на создание счастья у другого человека. Это не сложная работа, если вы искренне, если вы знаете, что человеку нравится и делаете это для него. Не ведете себя так, как вы считаете нудным, так как вы считаете правильным, а ведете себя так, как нравится другому, если вам это не вредит. Эти мужчины высказывали мне свое восхищение. Много раз говорили, что если бы не жена девочка, они обязательно были бы со мной. Даже говорили, что их брак визит на волоске, чтобы я не испытывал чувство вины. А вы можете испытывать чувство вины? Опять же, за что вы испытываете чувство вины? За что, что набрали, например, мужчину из семьи, но это не ваша вина, это его ответственность. И почему вы не разграничиваете свою и его ответственность, для меня это, честно, большая загадка. Все равно они никуда не уходили от своих половинок, а вы бы приняли их, если бы они уходили. А через эти неудачные отношения вновь и вновь сводили меня в депрессию, прибавляли мне комплексы. Так, депрессия. Депрессия – это болезнь. Диагноз, который ставит врач, соответственно назначает лечение. Было ли у вас это? Если да, то какой был результат от лечения? Если нет, то откуда вы знаете, что это была депрессия? Комплексы. Комплексы по поводу чего? Понимаете ли вы, что такое комплекс? Комплекс в самом своем простом определении – это то, как воспринимает нас общество, определенный слой общества через призму своих стереотипов, убеждений и установок. То есть комплексы – это то, что определяется взглядами других. И как бы прибавляло вам в комплексов лишь то, как к вам относились люди. А люди относились к вам как? Люди относились к вам в реакции на ваше поведение. То есть вы сами породили в себе эти комплексы по сути дела. Но мне говорили – не парся, а пусти и все само придет. Кто говорил? Почему вы верили? Почему вы прислушивались к этим людям? Вы читали книжки по психологии, вы читали статьи, вы прислушивались к другим людям. А кто во всем этом вы сами? Не вешал от наказа отвлеченного мужчины, но это правильно, в принципе. Мне стало кажется, что у меня завышенные требования и что я им не соответствую. Ну, тут скорее как. Требования у вас не завышенные. Они, я бы сказал, идеализированные. То есть вы не принимаете, скорее всего, каких-то недостатков мужчины. И связано это с тем, что вы не принимали этих недостатков в своем отце, люто его ненавидя, как я понял. И, ну, естественно, тяжело быть человеком, который не принимает своих недостатков. Потому что с ним каждый раз, когда проявляешь эти недостатки, а они проявляются в любом случае, всегда и везде, чувствуют себя, конечно, неполноценными. Вот еще одна причина, по которой мужчины, по которой мужчины от вас уходили, это именно данный момент, то есть по сути, непринятие их недостатков. После анализа своих требований, зачем вы делали анализ своих требований? Понимаете ли вы, что анализ своих требований делать нельзя? Это может делать другой человек, что сознание не способно само себя познать до конца. Для этого нужен другой человек. Не находило в них чего-то сверхъестественного. Ну, а я вот, например, нашел, допустим, сказав вам то, что вы не принимаете недостатки других людей. И это как? Считается сверхъестественным или нет? Непонятно. В конце концов, что можно беззамышленного в желании встретить надежного мужчину? Видите ли, надежный мужчина – это тот, который вам дает надежность. Простите за банальщину. А получается так, что надежности-то в вас самой нет, и вы ищете мужчину, который 100% вам надежность даст. А вам 100% надежности не даст никто. И в этом принципиальная разница. С кем вагоне воду, кто не предаст, кто всегда поддержит, с кем не должны уйти в декретный отпуск с каждого концов и не думать, что мне кушать завтра. Так. Ну, мужчина имеет полное право идти с вами, например, в вагон и нанести в воду. Мужчина имеет право вас поддерживать в чем-то и не поддерживать в чем-то другом. А вот наше предательство, здесь я вам хотел сказать так, что никто и никогда не застрахован от ошибок. И человек предает тогда, когда он совершает эту самую ошибку. Он ее совершает, он осознает, что сделал что-то неправильно и через это понимает, что действительно правильно. То есть предательство это ошибка, о которой субъект жалеет. Если субъект не жалеет о том, что он сделал, это не предательство, это просто следование своим интересам и не более того. Тогда получается, что вы просто были ни с тем человеком, ни с тем мужчиной и думали о нем совсем иначе. Но никто не застрахован от ошибок, в том числе и вы. Потому что ошибки совершают все и хотя бы этим вы идеализируете мужчину. Далее. С кем не страшно уйти в декретный отпуск до конца? Ну получается, что вы боитесь. Понимаете? Вот получается, что вы боитесь видеть в себе какого-то сверхнадебного мужчину, который будет для вас как в кино. Но для этого нужно не просто такого мужчину найти, а нужно чтобы он хотел быть для вас таким. Чтобы он получал удовольствие от того, что он в кино. Нужно, чтобы нужно его стимулировать таким быть. Для этого нужно увидеть симпатию у него в таком состоянии. Понимаете? А изначально это надежных людей нет. Надежным хочется быть для кого-то. Только если тебе нравится это состояние. И если другой человек позволяет тебе быть в этом состоянии. Понимаете? Ну и страх это всегда про ваши собственные переживания. Страх это всегда про определенную тревожность. То есть не особенное поведение, ищущее, так сказать, форму проявления своего. Сополагаю, что вы боитесь прийти в декретный отпуск, потому что боитесь нестабильности. А нестабильности вы боитесь, потому что у вас ее не было в детстве. И через мужчину вы пытаетесь эту стабильность обрести. Ну просто хотя бы потому что вы из мужчины как-то до него, до мужчины. И зачем вам стабильность, если вы занимаетесь или не плохо. А ребенок, ну так если вы придете к ребенку сами естественно, естественным путем, то все вопросы сами собой разрешатся. Я полагаю, что здесь вы склонны наперед. Продумывайте наперед, додумывайте отсюда также проблемы. Нормальный вы работающего парня без вредных привычек. А все значит нормальный, нормальный для кого? Что есть норма? Знаете, люди, которые говорят нормальные, они как правило пытаются подгонять людей под определенную норму и очень болезненно реагировать, когда мужчины под эту норму не подпадают. И правда заключается в том, что люди действительно не могут подпадать под определенную норму. Вам это нужно понимать. Поэтому нормальные я бы предложил заменить другим словом. Мужчина, которого вы видите рядом с собой по поведению, по характеру, по отношению. А это вытекает до того, какая вы, какую позицию вы хотите занимать в отношениях. Сама я не курю и не любитель не выпить, максимум по правилам. Но это, знаете как, это вот опять же создает некую такую излишнюю ауру правильности у вас. И мужчина понимает, что если он не соответствует правильности, вы его, может быть, не примете. А недостатки есть у всех. И что-то мне подсказывает, что не очень-то вы готовы мириться с недостатком. А главное, что у вас есть стереотип определенный. Ну, выпивает мужчину, ну и что, ну, курит мужчина и что. Понимаете, тот, кто курит и выпивает, тот принимает недостатки других. То есть, кто не может принять вас. А вы опять же ищете некого идеального мужчину. И то, что вы не курите и не любите ничего выпить, то есть, по сути дела, не испытываете какие-то сладости. Ну да, верно говорит, а потому-то вы не готовы принимать сладости других людей. Я не искал олигарков, ну, потому-то про наркотики я даже комментировать не буду. Это понятно. Я не искал олигарков, я готов был удовольствоваться малым. Не планировал бросать свою работу и становиться домохозяйкой. Ага, нам вы все это зачем говорите? Если это ваш выбор, то в чем проблема? Если это не ваш выбор, то опять же, почему? Для чего вы вот это написали? Что вы хотите этим сказать? Были у меня отношения, затянувшиеся на четыре года. Хотя, серьезными их тоже нельзя было назвать. Мы жили по отдельности, каждый со своей мамой. Ну, а вы почему жили со своей мамой, будучи взрослыми? Ну, ладно, парень, а вы? Получается, вы к маме были привязаны и, получается, кто-то накладывал определенный отпечаток на ваши отношения. Понимаете? Вы не видели перспективы, каждый ждал, что подвернется что-то получше. Я много раз в привалов с уйти, поэтому, потому что не те свойства меня любили и ценили, но каждый раз он меня возвращал. Вы знаете, вот интересно вы говорите, он меня возвращал да опять, опять это снятие ответственности из себя. Он вас не возвращал, вы захотели возвращаться. Почему вы занимаетесь в себя ответственность за то, что делаете вы? И, кстати, он вас возвращал с помощью чего? Вы говорите, это создавало иллюзии нужности, то есть вы хотите быть нужны. А вы сами себе нужны. Если вы не нужны себе, то вы не нужны другим. Если вы не принимаете себя, вы не можете принять других. Если вы не любите себя, вы тоже не можете любить других. Наконец, в каких-либо отношениях мне совершенно позволяло заводить роман на стороне. Даже если в этом романе вы не удивляете времени. Даже если вы, по сути, не характеризуете отношения как серьезные, не серьезные. Вы понимаете, это будет ваша правильность. И она вам вредит. Иногда поступать нужно неправильно. Далее. Вот вы говорите, я знал, что попадись ему кто-то лучше, он тоже уйдет. И, зная этого, позволяли ему всегда возвращать, потому что была иллюзия нужности. Ну вот, как бы вы руководствовали своими потребностями. Эти потребности, они сейчас у вас сохраняются, по сути дела. И именно про эти потребности я и хотел бы с вами поговорить. Что это за потребности, как их удовлетворить самостоятельно, для чего вам нужна семья, для чего вам нужны дети и так далее. Такие отношения еще больше ломали мою психику, потому что выходили в конфликты своих желаний и их реальности. И превращали в новичное ревнивое существо, которое отслеживало онлайн каждый человек мужчины. Ну то есть, по сути, эгоистку. Вы были эгоисткой, потому что вам мужчина был нуден. Нуден для того, что мытьет он себя нуден. Опять-таки. То есть, то будут ловить ваши желания, свои желания. У меня была почва для ревности, но я никогда не тыкал ему своими находками. Почему? Если была почва для ревности, почему об этом было не сказать? Постоянно вы себя занимаетесь. Постоянно не позволяете себе быть той, кто вы есть. Далее. Я просил Бога забрать у меня эти отношения. Ну то есть, по сути, перекладывали опять же с себя ответственность. На Бога. Сами отношения вы завершать не хотели, потому что они не удерживали вас с потребностями. И вы сваливали все на Бога. Умерла моя мама. Я решил съехать на некоторое время в другую страну. Смерть вашей мамы – это тоже достаточно серьезная травма, которую нужно, ну, проработать. там вполне возможно здесь есть чувство вины. А да, вот, сейчас от того, что вы не позволяли своей маме заводить новые отношения. Вам можно это довольно серьезное чувство вины, которое тоже не позволяет вам быть счастливой. Вот. Я решил съехать на некоторое время, мне показалось, что там я смогу начать все знания. Ну, опять же, уехать, убежать, скрыться, но при этом проблемы-то все действительно в вас. Но не так об этом стоило узнавать, как вы об этом узнали. Сочетаны новые люди, другой, и вот я, ну, тут мне еще сейчас стали попадаться. Знатые, добуденные, альфонсы. Пожалуй, никто, кроме последних, не хотел со мной долгих серьезных отношений. Год и счастливы я загонял себя в тупик. Чем? Одинодчество меня преследовало даже в чужой стране. Почему? Одинодчество – это когда человек не будет выносить сам себя. Одинодчество – это когда человек не будет находиться наедине с собой. Почему вы не можете находиться наедине с собой? Почему вы себя не принимаете, сами себя? Все чаще в вами появляется мысль о том, что может случать таких людей, кому сложно пройти эту жизнь в одиночестве. Знаете, вот честно, подозрительно немножко ваша фраза – пройти эту жизнь, и именно пройти. Жизнь не проходит, жизнь проживая, жизнь – это не путь. Не путь куда-то, не путь к чему-то. Каждый миг достойен, самодостаточен и прекрасен. А вы постоянно ставите себе цели и не успеваете, забываете, и не можете наслаждаться на каждом проводить мгновение. Ну, здесь вы говорите, что есть такие люди, которые проживают жизнь в одиночестве, то есть опять же пытаетесь уже себя как-то вот на себя вернуть повесить, то есть опять ответственность с себя снимаете. Ну, и по сути, брат, иначе я вам сказал, что может не существовать никаких вторых половинок. Нет, вторых половинок не существует. Существуют люди, с которыми вам хорошо, которых вы понимаете, которые понимают вас. Существуют люди, с которыми вы устраиваете здоровые отношения, для этого нужно иметь определенный ресурс. Ну, то есть обеспечение определенное нужно для этого. Патеринские инстинкты не дают жить спокойно. Были мысли родить для себя. Для чего? Зачем родить? Рожать чтобы что? Инстинкты, так же как и основной, это лишь миф. Это миф. Это слепое желание влечения именно с вами. И если мы с вами люди взрослые и серьезные, то мы понимаем, для чего вам это нужно. И вот для чего вам нужно родить для себя. Зачем? Чтобы что? Чтобы быть нужным, опять же. Но мне бы совсем не хотелось решать ребенка полноценной семьи. ventilавие, то есть даже здесь вы себе не позволяете быть естественным. Даже здесь вы не позволяете себе хотеть. Даже здесь вы не позволяете себе желать. Не позволяйте себе проявить свои желания. Вы как бы постоянно думаете о том, что вот, а что будет, а что будет и так далее. Полноценная семья – это не обязательное наличие мужа, жены, ребенка. Полноценная семья – это так, где есть гармония, где есть любовь и забота. И отца у ребенка, например, может и не быть. При грамотном воспитании все это можно заменить очень легко. Ее слово – это копаться в себе и искать причины. Ну, как правило, до этого это не доводит ни до чего хорошего – копание в себе. Потому что, да, сознание не может в себя познать. Познать, вот то, что вы пишете про форумы, про статьи, это все пишется для других психологов, но не для клиентов. А те не учитывают индивидуальных особенностей человека. Значит, пришли некоторые откровения, которые меня отрицают, наверное, когда знаешь симптомы лечения, это уже полдела. Ну, симптомы лечения. Вообще есть симптомы болезни, но у вас не болезнь. А симптомы могут быть и болезни, а болезнь лечится психотерапевтами, психиатрами. Вы не обращаетесь к психологам, но нет, это не полдела, это ориентир. Вопрос – это полдела. А вопрос, вы и вопрос, вы задаете неправильно. Сколько времени должно уйти, чтобы вытащить из себя все детские психологические травмы? Ну, при регулярной работе полгода-год, полтора. Не так много. А то мне истинно уйти, сколько вы времени потратили на самоанализ. Да, безусловно, у меня много проблем. Естественно, моя семья не смогла стать для меня образцом для подважения, у меня был ужасный отец. Вот, по поводу отца, нужно работать с комплексом, значит, тут может быть, либо комплекс электро, либо, тут может быть, у вас просто отсутствие адекватного анимуса, то есть, первичный образ мужского поведения мужчины. Далее, значит, она боялась, так, вы уговорили маму выгнется отца из дома, значит, вы сказали, что лучше без него, чем с таким. Мне интересно, что вы не применяете это к своему ребенку. Я сильно старался забыть его и вытянуть из своей жизни, и стал ненавидеть всех мужчин. Как вы можете забыть своего отца и вытянуть его из своей жизни, и как вы можете, ненавидя всех мужчин, выстраивать с ним отношения, скажем, противные для меня загадки. Почему вы брали на себя ответственность за свою маму, и не позволяли ей заводить новые отношения, почему вы поступали эгоистично и не думали о ней? То есть, вопрос. Понимаете ли вы, что, когда вы берете ответственность за другого человека, вы теряете ответственность за себя? Я не могла воспринимать родственников, как вы, не имея возможности воспринимать даже родных мужчин, можете выставить отношения с ними, но для меня вообще загадки. Были те, кому у меня были теплые чувства, но были и такие, кого хотел страниц. Но вот те, у кого к вам были теплые чувства, их нужно разобрать более подробно. Ну, как же, так же, как у других. Я их снялась, и они были мне неприятные. А почему ты снялась? Опять же, сними это непринятие себя. В какой-то момент я стал ажеминисткой, а потом и вообще лесбиянкой. Мне казалось, что в женщинах я найду спасение. Спасение, что женщине возможно создать крепкую семью, ведь женщин я по себе знаю. Далее вы не описываете, что с вами произошло, просто говорите, что смогла справиться с этим. А почему вы смогли справиться с этим? Если вам это нравится, если вы чувствовали, что у вас есть влечение к женщинам, так в чем проблема? Вы опять не позволяли, не позволяли и не позволяете себе быть той, кто вы специально пытаетесь занимать себя в какой-то рамке. Заводите какие-либо отношения, мне захотелось только 23 года. И вот непонятно, почему вы сразу, например, в своем сообщении не написали о том, что у вас проблемы в детстве были. Но это было бы логично. А так получается, что вы сперва рассказали о том, как у вас не получаются отношения с мужчиной с тобой, а потом рассказываете о своей семье, с которой вообще-то говоря, и нужно работать перед тем, как вообще вам выстраивать отношения. Приватча, простите, прорабатывать с ним отношения, с мамой отношения прорабатывать, а потом модель женского поведения, мужской образ прорабатывать. И только потом, уже, только уже потом. Потом уже все остальное. Но вы же это написали не так. Я всегда хотел быть независимой, сильной, как моя мама. Ну и понятно, что вы подавляли мужчин своей, сильной, своей независимости. Вот если мужчине-то, ну не знаю, слабая женщина, чтобы почувствовать себя мужчиной, ну по крайней мере слабее. А если вы сильный, то мужчина, мужчина либо с вами соперничает, а этого он хочет далеко не казнить, либо вы его подавляете, а это неприятно. Ну так вот опять же, определите для себя, какую позицию в отношениях вы хотите заниматься. Мне было страшно видеть рядом с собой человека сильнее меня. В чем? Почему? Я боялась, что не смогу защитить себя. От чего? Не смогу постоять в себя. В чем? Я не могла доверять мужчинам. Опять же, в чем? Почему не могли доверять? Потому что чрезмерно на них полагались. А почему чрезмерно на них полагались? Потому что так, она ваша потребность. Если не полагаться на людей, а просто делиться с ними, все будет куда проще. Я требовал от них безосновной любви. Ну, как можно требовать любви, совершенно непонятно. Такой, какой может дать только отец. Ну, может быть, но, опять же, вы идеализируете любовь. Я искал им всех мужские качества и одновременно боялся этих качеств. Ну, прям, мы не разобрали отношения с отцом, не простили его, не поняли, не проработали. Я не понимал, почему у меня не складываются ни с кем отношения. Ведь на меня столько нереализованной любви, которую хочется разделить с кем-то. А что мешает? Ну, направьте любовь на людей, направьте любовь на помощь людям, направьте любовь куда-то еще. Почему вы хотите именно в личных отношениях с любовью разбилить? Если вы любите, то любите всех. Если любите, то проблем с поиском предмета любви не возникает. Все хочется состояться как жена и мать. Сначала вам нужно состояться как личность и потом только как жена и как мать. Но вопрос, для чего состояться как жена, как жене и как мать? Или чтобы что? Чтобы кому доказать, что вы можете состояться? Ведь это ваше желание. И это представление о себе. И желание состояться как жене и как матери – это средство для вас. Средство для достижения определенной цели. Если мне нужна семья, пишите вы как и любому человеку. Нет. Нет. Не каждому человеку нужна семья. Человек строит отношения, а семья появляется потом. Естественно. Поэтому ладно, у меня семья для чего-то. Для каких-то своих желаний. И это никак любому человеку нет. Я не понимал, что я делаю неправильно. Но ментально я зависел в детстве, в том возрасте, когда девочка должна получить правильное воспитание и любовь от вас. А почему вы решили, что должны были получить любовь от вас? Но я не мог вам дать отец любви. Почему вы решили-то? Почему эту любовь нельзя было получить где-то еще? Почему сейчас ее не получить от кого-либо? От старшего родственника, например, от, не знаю, друзей, от принятия себя? А почему вы считаете, что должна лучше девочка обязательно любовь? Почему вы вообще считаете, что любовь это долг? Так же, как и семья. На самом деле, все это больно осознавать. Именно поэтому мне казалось, что в другой стране все получится. Я выросла на дорубежных фильмах и видела там добрых, ответственных, любящих отцов и мужей. Ну, дорубежные фильмы это просто фильмы, искусство, культура. Они в коем случае не люди. В Европе мужчины еще более слабые, если вы или в России, или в странах СНГ, чем в аналогичных странах, на постсоветском пространстве. Мужчин, которые не боятся слабостей и добиваются женщин. Так вас добивали? Просто в долгосрочной перспективе с вами не могли находиться. И оказалось, что у них другой менталитет. Да, более европейский, нет, не ориентированный на семью, а ориентированный, наверное, больше на партнерство. Какой проблем во мне? Все-таки про культиков на тему силы независимых женщин мне уже не кажется забавным и милым. Знаете, у вас очень много каких-то таких стереотипов, немного заешенные, какие-то клише в тексте, вот эти вот, там, то, что вы читали про мужчин, инстинкт охотника. Вот это все настолько клишировано, что за этим нет, как бы, ничего вашего. Мне хочется вылечить эту черную дыру. Ну, это терапия. Научиться видеть мир правильных красок, для этого нужно грамотно удовлетворять свои потребности, принимать себя, любить себя, не считать, что любовь – это долг, а просто-напросто принимать это как бонус, как право человека, но не обязанности. Научиться доверять мужчинам и не портить очередные прекрасные отношения. Ну, чтобы доверять мужчинам, я уже сказал, что нужно делать. Ну, для начала мне полагаться на них. Вообще. Доверие – это разделение, но не перекладывание. А когда мы перекладываем что-то, мы всегда боимся, что человек не сможет воспользоваться тем, что мы ему дали. Что делать? Гипноз, медитация, амнезия, чем лечат дахты и дыры? Терапия. Личная терапия, длительная, регулярная, постоянная терапия. Гипноз вам не поможет, медитация, медитация может быть немножко. Амнезия, ну, это вообще смешно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если у вас появится желание написать дополнение, известите меня в личку о том, что вы это сделали, я напомню твой вопрос, свой ответ. То есть, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Доброго и удачи!